Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников и сегодня мы в очередной раз будем говорить о том, что у одного физического явления могут быть разные объяснения. И эти объяснения не являются альтернативными, отвергающими друг друга, но являются дополнительными, помогающими друг другу. И то же самое касается, например, разных доказательств одной и той же теоремы и разных рассуждений по поводу одного и того же факта. Об этом уже шла речь в ролике о том, как люди ощупывали слона в темноте. Но по комментариям к нашим роликам видно, что вот эта сторона дела, она многим дается с трудом. Ну и поэтому о ней надо говорить, нужно к ней привыкать, чем мы сейчас и займемся. И вот я в очередной раз изобразил уже набившую на москомину вертушку, из которой выбрасывается наружу воздух или вода. И вертушка раскручивается этими реактивными струями. Причем она устроена так. У нее круглый бак, и мне удобно взять его, чтобы он был круглым. А в нее, внутрь этого бака, по касательной, введены два насадка борда. То есть трубочки, которые уходят достаточно глубоко внутрь бака, ну здесь у меня расстояния небольшие вот здесь, но я мыслю их достаточно большими. Для чего? Для того, чтобы поток формировался в окрестности входа в трубочку, а на стенке, недалеко от входа этой самой трубки, ну потоков уже практически не было, и мы могли считать давление на стенке всюду статическим. А еще я цветом на этот раз красным показал область повышенного давления, а желтым область атмосферного давления. И обратите внимание на то, что значит наша жидкость или воздух, она ускоряется вот здесь на входе в трубку, здесь она набирает скорость. Здесь разность давления, я могу считать ее локализованной прямо чуть ли не вот на обрезе трубки, хотя это конечно тоже только модельное приближение, но оно работает. И стало быть внутри трубки я считаю давление атмосферным. Значит красный цвет, желтый цвет. И я хочу ответить все на тот же вопрос, какие силы раскручивают бак? То, что раскручивают струи вылетающие, это у нас язык закона сохранения момента импульса, а я хочу на языке моментов сил все это понять. И вот у меня будут три разных рассуждения про эти силы. И первое рассуждение вы уже знаете. Я говорю, ну на стенку круглого бака всюду силы, а нет, я вот что должен сказать сначала. Ну конечно бак раскручивают на самом деле все приложенные к нему силы. Ну снаружи, внутри, к трубкам, изнутри трубок, снаружи трубок, везде. Но я буду в рассуждении те силы, которые, момент которых равен нулю, я буду убирать. Те силы, которые уравновешивают друг друга, я буду убирать и буду смотреть на то, что останется. Ну и так, вот у нас круглый бак. Силы давления действуют по радиусу, что изнутри, что снаружи. И поэтому давление, действующее на стенке круглого бака, не может его раскручивать. Это факт, ну вот как бы надо принять его. Это означает, что все, что раскручивает, приложено где-то к трубочкам. Такое рассуждение вы от меня, конечно, уже слышали. Да, впрочем, и от Алексея тоже. Я трубочку длинную делю на три части. Ту, что совсем снаружи, ту, что совсем внутри, и вот эту переходную. Значит, я их тут выделил. Гляжу снаружи. Там у меня все просто. Там у меня сила атмосферного давления. Ее обжимают снаружи и снутри, уравновешивая друг друга. Значит, эта часть для моих рассуждений несущественна. Да вообще, ее можно как бы мысленно убрать. Гляжу на внутреннюю часть. И что я вижу здесь? Ну, у меня изнутри давление атмосферное на обе стеночки давит. А снаружи больше атмосферного. Но то, которое больше уравновешивается тем, которое больше, то, которое атмосферное уравновешивается атмосферным на телопорожной стенке, значит, на эту часть силы тоже уравновешивают друг друга, не создают момента. И, наконец, я гляжу на среднюю часть, как это уже было сделано, и вижу, что вот здесь на внешней части нарисованы. Снаружи атмосферное, изнутри атмосферное. Момент не создается. Вообще силы друг другу равновешивают. А вот здесь, на вот этом кусочке, снутри, изнутри атмосферное, а снаружи больше атмосферного. И именно вот этот кусочек, говорю я в первом своем рассуждении, именно здесь и приложена сила, которая, ну и здесь точно так же, которая раскручивает бак. И на этом рассуждение завершается. Но люди говорили, а как так? А у меня рассуждения другие. И у меня сейчас будут рассуждения другие, приводящие к тому же самому результату. А теперь второе рассуждение. И я знаю, что оно кому-то понравится. Посмотрите, что я сделал. Я напротив трубки, вот так, выделил площадочку. Вот здесь. Вот она, эта гипотенуза треугольника. И здесь тоже самое, напротив другой трубки. И рассмотрел силы, приложенные к этим площадкам. Ну, у меня снаружи давление атмосферное, снутри больше атмосферного. И на площадку действует вот так направленная сила. По радиусу я эту силу обозначил оранжевым. А теперь я раскладываю эту силу на две компоненты. Одну вдоль трубочки, желтую, а другую поперек трубочки, зеленую. Вот оранжевая сила, она была больше вот этой зеленой, потому что она приложена к гипотенузе. А эта зеленая такая же разность давлений. Ну, вот здесь катит у треугольника. А в проекции вот эта зеленая проекция будет в точности такая же, как вот эта зеленая проекция. И заметьте, что по отношению к этому центру эти две зеленые равные силы приложены к равным плечам. Поэтому они создают равные, противоположные, направленные моменты. Значит, эти силы друг друга уравновешивают. Я их чертежа убираю. Ну, оранжевую-то убираю, потому что она давно уже разложена. И с этой стороны тоже самое. Убираю. Ох, уже она сама захотела упасть. Уравновешивающие зеленые. И у меня остались только вот эти две желтые силы, которые находятся напротив трубочек. И теперь я могу сказать, все остальное скомпенсировано, только эти желтые силы не скомпенсированы. И именно они раскручивают в банку в направлении, противоположном вылетанию реактивной струи. Ну, как будто вот у меня то, что у меня было, когда я рассматривал в каком-то ролике банку с прямоугольной формы. Там как раз это рассуждение проходило. Так какие силы на самом деле раскручивают? Вот те, которые сюда были приложены, зеленые, в первом рассуждении, или вот эти желтые во втором рассуждении? А вопрос бессмысленный. Раскручивают, как я уже говорил, все силы, которые действуют на банку. Но я убирал, убирал, убирал то, что уравновешивало друг друга. И в первый раз, после того, как я все убрал, остались зеленые вот здесь. А теперь остались желтые вот здесь. Но моменты они создают один и тот же, что та пара зеленых, что пара вот этих желтых. Поэтому эффект будет тем же самым. А спрашивать, какие на самом деле, бессмысленно. И у меня еще есть третье рассуждение, к которому мы сейчас перейдем. И теперь я перехожу к третьему рассуждению. А вы, что называется, пристегните привязные ремни, потому что то, что сейчас будет происходить, очень непривычно. Ну, хотя это непривычно будет рассуждение, но оно, тем не менее, правильно. Я вас заранее предупреждаю об этом. Спокойно к нему относитесь, все нормально. И рассуждение будет выглядеть так. Я рассматриваю самые произвольные формы банку, но с такими патрубками. И говорю себе, а как найти равнодействующую всех сил атмосферного давления, то есть вот оранжевого, да, того, что давит на эту банку, стало быть, снаружи, ну, включая вот эти внутренние стеночки. Есть простой ход. Давайте и вставим некие воображаемые перегородки. Вот здесь, на входе в горлышко. Отделим полностью оранжевое от красного. Две области. И что касается действия сил атмосферного давления на такую замкнутую поверхность, то очевидно, что равнодействующая этих сил равна нулю. Ну, потому что, а как они будут? Поверхность куда-то двигать, что ли? Перемещать в такое же в точности место, которое ничем не отличается от того, в котором сейчас эта банка находится? Нет, этого быть не может. А тогда, я могу сказать, все, что действует со стороны вот этой оранжевой, так сказать, среды на синюю часть стенок, на действительную часть, уравновешивается тем, что действует со стороны оранжевой среды на вот эту зеленую перегородку. Стало быть, равнодействующее всего, что действует на синюю, есть, ну, так бы такая же сила, которая только теперь не давит, а как бы втягивает туда вот эту зеленую перегородку, как будто такое минус атмосферное давление, которое за эту перегородку туда тянет. А снутри у нас разрешение точности такое же. Здесь тоже замкнутая поверхность, и снутри у нас как будто повышенное давление сюда тянет. Ну, эффективно все это, конечно, но оно существует в рассуждении, а не в реальности. И стало быть, сюда тянет больше, чем сюда. И разность этих двух давлений, приложенная к этой зеленой стенке, вот что у нас действует на банку. Здесь и здесь. Вот, да елки, что ж ты не держишься? Сила, ну, ладно, не хочет магнитик-магнититься, но вы и так запомнили, что да и здесь тоже почему-то стал ехать. Тоже, видать, не нравится этим стрелкам то, что я с ними выделываю. Значит, вот это сила, которая сюда тянет и сюда тянет. И я теперь буду говорить, что это и есть реальная, воображаемая сила, которая, ладно, уберу, которая раскручивает баночку. Но вы-то понимаете, что все эти силы появились исключительно в результате моих операциональных махинаций. И первый вариант, вот такие раскручивающие силы. И второй вариант, вот такие раскручивающие силы, которые хотя бы к чему-то приложены. И третий вариант, вот такая раскручивающая сила, которая приложена вообще к воображаемой поверхности, которой нет на самом деле. Все они дают один и тот же реальный вращающий момент, который раскручивает банку. А все это были лишь рассуждения. Но эти рассуждения позволяют нам вычислить этот момент, ну и в каком-то смысле объяснить его возникновение. Хотя говорить, на самом деле вот эти силы раскручивают. Или на самом деле вот эти силы раскручивают. Никакого на самом деле, ну как бы такого, которое стоит за всем этим, здесь нет. Все это существует в нашем рассуждении. А на самом деле есть силы давления, которые приложены повсюду, изнутри и снаружи. Ну а мы убираем те из них, которые друг друга компенсируют. И оставляем что-то не скомпенсированное. Но оставить это не скомпенсированное мы можем в разных местах. Важно, что вращающие моменты, созданные этими не скомпенсированными силами, будут во всех трех рассуждениях одинаковыми. Собственно, вот это я и хотел рассказать. Ну вы можете выразить свое отношение к моему рассказу в комментариях, как водится. И спасибо вам большое за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok